Курзомская дуга Трасса будет укрепляться, будут строиться опоры высотой 60 метров. Это больше, чем пятиэтажный дом. Чтобы эти опоры могли держаться, необходима основа. А строительство подземного фундамента напрямую может повлиять на процесс образования серных источников. Альтернативный вариант действительно есть. Но, как утверждает ВАУКС Прегума Тейклс, он дороже, дольше и для природы вреднее. Есть еще один вариант. Можно соединить эти подстанции в обход по новому пути. В этом случае маленький отрезок, 15 километров, пройдет по уже проложенной трассе. Остальная часть, 60 километров, пройдет по совершенно новому пути. Это означает, что придется вырубать лес. Этот вариант также осложнит ситуацию с владельцами земельных участков. Против строительства дуги в нынешнем варианте выступают не только местные жители, но и Юрмальское самоуправление. Завтра ответственные за реализацию проекта фирмы встретятся с представителями Думы. Впрочем, можно обойтись и без диалога. Энергопроекту Курзанская дуга присвоен статус объекта национальных интересов. А это значит, что строительство может начаться и без согласия самоуправления. Суд заявление принял и теперь будет обязан его рассмотреть. Будем ожидать решения суда. Со своей стороны могу сказать, что министерство уже подготовило и подало все необходимые документы с объяснениями. Планируется, что окончательное строительство всего проекта будет закончено в 2019 году.